Всем привет! Так, я тут немножко без макияжа, но мне надо собрать вот эти вот розочки, они у меня лежат уже довольно-таки давно, с 8 марта, наверное, я их не успела запаковать, поэтому их не продала, соответственно, потому что я их никуда не запаковала. Итак, мы будем в треугольнички паковать, которые очень просто просто собираются. А, я их не запаковал в треугольнички, потому что потеряла вторую часть, вот такую вот часть от этих треугольничков, прозрачную пленочку, которая закрывает непосредственно сам цветочек, вот, вставляется вот сюда, вовнутрь, и как раз является дополнением к упаковке. Ну, плохо видно, конечно, потому что она прозрачная, но вот так вот здесь вот размещается, соответственно, сам цветочек. Вот у меня белые цветочки и один розовый, поэтому розовый я в белую упаковку помещу вот так, так, сейчас посмотрю вот так, чтобы было все красиво. Вот этот стеблёчек я обрежу, соответственно, чтобы он у меня не выпирал, вот туда. И в дальнейшем его можно будет использовать так. Я выбираю, я не выпути, как я смотрю вот так. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Ну, сделаю я завязку здесь антик. Сейчас у меня купили большой букет измольных роз. Остальные пак двойным бантиком надо делать, не знаю, сейчас попробуем, наверное, двойным бантиком надо. Либо обрезать, но тут уже конечки запаяны, так что, скорее всего, нам надо двойным бантиком делать. Таким образом получается вот такая вот роза в упаковке, написано Beauty Life от Карл. Так, ставлю ее в коробочку, в ведерко, у меня здесь такая пакетка с пакетами в руку. И сюда размещаю их. И также я хочу упаковать вот эти беленькие розы. Сейчас сразу ее на ножки подстригуем. Сейчас прям даже шипы настоящие, как настоящие. Так. Буду, чтобы барабанить. Потом можно будет использовать вот эти стебелечки для формирования букета с мылом или с мыльными розами. Вот тут как-то будет, да. Так, тоже Beauty Life. Берем. Ну, сейчас я попробую посмотрю, как это смотрится с белой розой в красной упаковке, да. Тоже так сейчас скипаем. Ну, такой вот вариант. Типа, ну, хочется там пойти в гости и что-то с собой прихватить. И как раз вот эти вот розочки, думаю, будут неплохим вариантом. Или дополнение к коробке конфеты или к шоколаду, думаю, будет немного смотреться. Так, размещаю. Вот картинка. Да, хорошо. Размещаю сюда розу. Да, вот она как интересно смотрится. Здесь чуть-чуть выходим. Ну, не знаю, почему-то та была короткая, как будто бы. А можно же вот этот вот поднять и поднять сам цветок. Нет, так мне не нравится. Все-таки опустить нужно цветок. Так, давайте посмотрим. Листок уже загнулся. Пока я тут манипуляции произвяжу. Вверх-вниз. Лист уже сместился. Не хочет сидеть, как положено. Вот. И дальше. Так, поверну. Дальше я уже связываю. Опять-таки бантик на верхушке. Сначала кузик, потом бантик. Вот. Вообще, нужно разные иметь букеты в наличии. Вот. От дешевых до дорогих. Потому что кому-то надо такой вариант, кому-то другой вариант. Вот сейчас девушка приехала тоже. Взяла букеты, выбрала из наличия. Ну, если бы в наличии у меня, соответственно, не было букетов. Прекрасно пахнет. То, соответственно, я бы ничего ей не смогла и предложить. А так, были в наличии. Просто-таки хочется мне, наверное, побольше отрезать, чтобы она не торчала. Не нравится мне, что торчит эта ножка, полдоножка. Уберу. Вот. Так что наличие, я считаю, должно быть. Наличие у меня есть. Вот такие единичные щелочки. То есть стоят, каши не просят. Так что ничего с ними не будет. Стоят и стоят. Стоят.